В первой школе изучение данной дисциплины начинается со второго класса. Для каждой параллели свой план занятий. Например, старшеклассникам рассказывают, как оценить риски предпринимательской деятельности и избегать разных видов финансового мошенничества. Кроме того, их учат самостоятельно составлять и заполнять документы. В этот раз темой стала налоговая система. Итак, у нас есть пять признаков налогов. Обязательность, законность, регулярность, индивидуальная безвозмездность и цель. Сейчас мы больше с вами поговорим о цели. Виды налогов, как они начисляются, их признаки и структура – все это объясняется на простых примерах. Оценки за этот урок не ставятся, ровно как и не задаются домашние задания. Очень интересные от Банка России нам приходят задания, где дети в квестовой форме выполняют задания и формируют свою финансовую грамотность. Сами дети также отзываются об уроках положительно. Вопросы по финансовой грамотности довольно часто встречаются в экзаменационных заданиях по обществу знанию. К тому же почти у каждого из них есть опыт работы. Я работаю уже два раза и хочу устроиться еще раз. И получается, у меня уже есть свой ННН, я тоже выплачиваю налоги. Уроки мне очень нравятся, потому что мы узнаем много нового. Как бы расширяется кругозор. Даже про ННН, про налоговую инспекцию мы узнали на уроках. И это было полезно узнать, где, что, когда. Прежде всего проблема многих школ, где не проводится финансовая грамотность, в том, что у учеников нет понимания, как жить жизнь после окончания школы. После того, как они становятся независимыми, суверенными членами общества, субъектами налогообложения, они не способны ориентироваться в этом новом мире финансов и каких-то соцуслуг, государственных выплат и так далее. За реализацией данной программы следят местные народные избранники, депутаты. В этот раз урок посетил Ян Коваль. Он не только подчеркнул важность предмета, но и отметил, что материал доносился до учеников в доступной и понятной форме. В любом случае, сегодняшние дети – это завтрашние люди, которые придут на место нас, на место администрации, на место депутатов. Они будут распределять бюджет, они должны, в принципе, понимать, как он формируется, как он распределяется, откуда берутся, в принципе, деньги. Сейчас проект реализуется лишь в некоторых школах нашего округа, однако со временем его планируют внедрить во все образовательные учреждения. Екатерина Балакина, Олег Елькин, телерадиокомпания «Юганск».